Через два года, да, я считаю вывод, еще один такой момент, я считаю вывод большим, огромным предательством. Предательством, знаете, вот у меня до сих пор перед глазами те собаки, которые нас выручали от змей, которые предупреждали нас об опасности, их бросили, потому что они не подходили под какие-то санэпидем, там вот эти вот нормы, чтобы можно было их забрать с собой. Можете представить, что с ними стало? Тут же. Вот, так точно, как с теми афганцами, которые нам поверили. Десятки тысяч в короткое время были истреблены, тысячами они лежат сейчас в этих могилах. И я уходил когда из Афгана, у меня не было ощущения праздника. Не было. Было ощущение надвигающейся большой беды, потому что предательство, оно не только внутри, оно разливалось вот по всему, в воздухе, ну вовсе, в атмосфере там. И через два года, ровно через два года не стало Советского Союза, который так же легко предан. В 93-м. Знаете, в 93-м я учился в Академии, и мне так посчастливилось там, она недалеко находилась. Мне предложили, я согласился, был в Белом доме внутри, с автоматом. И спас меня только, спасло индивидуальное собеседование по политологии, на котором я просто заснул, разговаривая друг с другом, с преподавательницей. И это спасло, потому что туда уже обратно вернуться было нельзя. Это был последний бой, Советский Союз был проигран, он уже тогда невозможно было его выиграть. И собственно лично по отношению ко мне было несправедливо, по отношению к армии абсолютно правильно. Вот за четыре года что произошло со всеми нами. Я шел мимо, тоже недалеко, там Союз писателей, на Герцена бывшей, сейчас поварская, по-моему, да. И женщина харкнула мне вслед, как военным, которые стрелили по Белому дому. Все перевернулось. Вот это ощущение было как раз то, когда я выходил и я чувствовал. Я не пошел на вот это все лицемерное празднество, когда встречали эти колонны. И редактор мой, нашей газеты, он говорил, ну что ж ты журналист, ребят, ты можешь вот не пойти. Я говорю, не то. Написал песню тогда, «Три среды». Дело в том, что в среду закончилась Великая Отечественная война. В среду было 15 февраля 89-го года. Да можно было три среды написать, потому что в среду предали Христа. Как предали поколение фронтовиков Великой Отечественной войны. Потому что они выходили, они думали, что жизнь будет другая совсем. Как потом обливали афганцев. Они не виноваты, конечно, в том, что вот случилось. Но вот с таким настроением примерно. Но сегодня мы вспоминаем вот этот последний поход Великой страны. И еще то, что я думаю, это может здесь много афганцев расходиться с мнением. И расходится наверняка. Многих, но, но, но. Я надеюсь, что все-таки вот мое творчество, оно даже в то время было уже каким-то художественным проникновением, хоть и в документальную действительность. Вот, поэтому оно должно... Тут нету какой-то протеста, протестных песен. Вот, это просто погружение в тот быт, в те детали, которые окружали меня тогда. Вот, и возвращаться к этому. Я освобождался от этого, как от болезни. В этих песнях нет придуманных героев. Сейчас заканчиваю. Придуманных географических ситуаций, географических мест, придуманных ситуаций. Все буквально списано. Потому что действительность была ярче любого вымысла.